всем привет с вами с хана игра геншин импакт и мы продолжаем проходить здание легенд бай и джу сосуд лико игла вторая врачевание итак у нас сейчас задача отправиться в окраину на краю на деревне сенсей и поискать мамочку малыша юи так 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 вот сюда на ситуацию партируемся и побежали и побежали а у тебя побежали привет на школу одни малышки были малышки и малыши на это мы сейчас получается в дом вернемся да снова это странное чувство как в тот день когда я заблудился словно когда часть тела сама ведет меня вперед влияние источника усиливается одно из двух или мы приближаемся к станкам божества или утечка становится сильнее делян ты чувствуешь в какой стороне находится источник наверное там да сюда я уверен а за нами еще где-то сердце ноет мы идем в правильном направлении а за нами где-то еще хутава бежит по-любому интересно что же она сделает знакомое место я был здесь так и думал что сюда нам надо войти здесь чувствуется присутствие зла даже я его ощущаю я помню это место с тобой все в порядке можете пока отдохнуть а мы пойдем дальше нет я должен идти взял ли ждет меня ух скорей путь сплетение древних снов ух ну давай шагнем посмотрим блин а какой отряд то мне надо а это дендра надо дендра гео так кого бы тут делом наверное вот так вот те где где я не вижу а вот теперь вижу бог можно конечно их нахиды взять но я хотел бы чтобы вот более-менее так отряд совпадал хутава люмин ци 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 правда ци ци будет у меня вместо байджу она или она чисто так для поддержки всех спасать всех защищать вот эти двое вписываются в сюжет немножко побольше мне некого сюда запихать для сюжетности для того чтобы соответствовать заданию легенд состава купаем они добрые предчувствия интересно что там дальше копали явно новички и было это довольно давно подозревая что туннель прорыли грабители грабители пойман слышал что в этих краях спрятал клад сокровищем а вдруг его прерыли похитили сокровища судя по инструментам так и есть но почему не сбежали попроса свои инструменты я вспомнил она проводила сюда говорил что нашла здесь средства от моей болезни но но сказал что она может быть же не помню них а не могу вспомнить ничего взяли давайте пойдем дальше а вот и байджу хоть раз хоть его попробую немножко в бою чуть-чуть кстати ну-ка к что ему нужно пышка ему нужно до великолепие лазурного свода церемония древней знать жаль что тебя у меня нету ладно вот поэтому я думаю что если я забыла пример если люди не Tom приставят все эти работы вот вот Ну, в принципе, не так уж и плохо Ого, здесь даже курильница есть А похитители сокровищ знали толк приятной жизни На внутренних стенках свежие следы огня Вряд ли это осталось от похитителей сокровищ Думаю, в ней воскуряли благовонию, чтобы отпугнуть монстров Чтобы отпугнуть монстров? Но их тут была целая толпа Курильница показала несколько дней назад А монстры, с которыми мы только что имели дело Пришли на запах некой сущности, которая скрывается глубже Уверен, встреча с этой самой сущностью вынудила похитители сокровищ спешно бежать из пещеры После них это место обнаружила Дзян-ли И сущность стала ее последней надеждой спасти Дзян-ли Верно, это ее курильница Да, это то самое место То самое место, где я попросил Дзян-ли дать мне яд Дзян-лен Ничего, пойдем дальше Я чувствую, она ждет меня там, внизу Все ли в порядке с этой дамочкой? Так, стоп, вот тут не было никакого сундучка Залатать Мрачненько Я чувствую, уже близко Почти пришли Вот здесь мы с ней обещали друг другу, что Да, можем продолжать двигаться вперед Кажется, энергия этого механизма не только снимает барьеры, но и передается через определенные установки Этим можно воспользоваться Хм, это намек на очередную головоломку, да? Так, окей Намек на головоломку А я даже уже вижу Так, а вот это тут зачем? Так, тут три барьера Надо двигать Ничего Что? Пайма думала, что здесь поблизости нет механизма, который снимает барьеры Здесь есть рельсы, которые как будто что-то соединяют Может пойдем вдоль них посмотрим Так, ну-ка Толкнуть сначала Так, ну-ка, натктируем здесь в этом месте Хм, недостаточно Значит, толкаем дальше Так, окей, давай сюда заглянем Так, там нет ничего Ого, монстрики А что-нибудь здесь есть, нету Давай-ка Блин, я же хочу этим попробовать закрыть Кстати, я хочу вот что проверить А я, блин, не могу сейчас проверить Ладно Хотел проверить, есть ли у меня одно достижение Ну-ка, показать одно достижение хотел Знаете, что есть в игре достижения Для всяких случаев тех, кто их не знает Я тут недавно сам обнаружил Если наложить на персонажа На... Давать в отряд Трех, минимум, трех Щитовиков Да, блин Почему я не могу на кнопку пушить? Потому что я не туда жму В общем, если я добавить трех персонажей Трех щитовиков в отряд И всеми тремя Одновременно наложить щит То можно получить достижение Защити меня от мира Короче, я бы у них страдать Ну, это я к тому, что если вдруг Кто не знал про такое достижение Можно так сделать Например, Нойлер Байджоу Ой, тут это Байдоу, точнее И, вот там, скажем Кто еще у нас щитовики? Ну, та же Диона, например, у вас есть Такие самые распространенные щитовики Которые чаще всего у всех есть У всех есть Если их Использовать Все щиты одновременно наложить Все три Можно получить достижение Я об этом сам узнал Только недавно На 58-м ранге, блин Узнал про это Приколы, да? Короче, изместа Дай какой-то непонятный Ты хватит Не мелькать-то Умри Так, нам надо сюда зайти Ага Не туда Вон туда Так, открыть Вытолкаем Так, окей У нас теперь есть Вот пусть здесь и стоит Нам надо теперь Вон то активировать Видимо А, я не могу В ту сторону двигать, да? Блин, я не туда нажал А, смотри-ка Открылся проход Я думал Не откроется здесь А что здесь у нас? А, здесь сундук есть Только ради сундука Мы зашли Ну ладно Тоже полезно Так, мы сейчас здесь активируем И передадим импульс Ну да Все Так, а там что у нас? Все Тут же туман Опа, а там что? Блин, я не могу куда зацепиться Дзялян Дзялян Совсем ему плохо становится Опа Ага Злобный гео-вишап Очередной, да? Так этот совсем уж трамп Да? А, Дзялян Дзялин Дзялин Эй, осторожно Там монстр Не сбежи Они сбежались На запах останков божества И штаб Прикрой, что там Давай, не будем заморачиваться И сразу Кутава бьемся Кутава решала Она все вопросы решит Без вопросов Зачем, но просто так Пусть будет Дай мне щит-то наложить Правда, хп-шка У Кутавы сейчас полная Поэтому Особо урон она не наносит Надо было ее не лечить Незябель? Ну да ладно Господин Бай Что с ней? Она Пульс есть Но состояние крайне тяжелое Останки божества Обосновавшихся в этом месте Разъедают у сознания Совсем как яд в твоем теле Если не избавиться от них сейчас же То пусть даже Мы спасем жизнь Дзян-ли Осознание к ней уже не вернется Так чего же мы ждем? Надо скорее разделаться С этими останками Все не так просто Ты помнишь слова Байчу? Яд в теле Дзян-ли Неразрывно связан С останками божества В этой пещере Если мы уничтожим источник Яд в его теле Утратит свою силу Яд в теле Дзян-ли Сдерживает сердечную болезнь Если уничтожить яд Ух нет То есть Да Если уничтожить останки божества В этой пещере Твоя жизнь Подойдет к концу Я все угадал Когда же настанет этот день Подождите Мы потратили уже столько сил Чтобы вылечить болезнь Дзян-ли Нельзя же теперь Нельзя же так Байчу Ты ведь такой умный Ты должен что-то придумать Ну же Ты можешь продолжать принимать яд Это даст нам необходимую Небольшую отсрочку А как быть Зеля Мы попробуем что-нибудь придумать Судя по всему Она потеряла сознание Пытаясь приготовить тебе лекарство Веря Она хотела Чтобы ты продолжал принимать его И жил дальше Господин Бай Будь ты со мной честный Дзян-ли Сколько ей осталось Яд успел проникнуть Во внутренние органы При обычных обстоятельствах Речь шла бы о трех днях Но если попытаться спасти ее магией Ты ведь не собираешься снова Но какой в этом смысл Господин Бай Я знаю как опасны Останки Божества Вы не первый кто говорит мне об этом Если и дальше поддерживаем жизнь С их помощью Дзян-ли придется Снова и снова Рисковать Снова с риском для жизни Готовят мне лекарства Но если они выйдут из-под контроля То навредят всей семье Я должен был умереть еще 10 лет назад И только милостью властелина камня Дожил до сих пор И смог увидеть как растет малыш Юй Если это поможет Дзян-ли вернуться Я готов Готов Дзян-ли Дзян-ли Да Я так долго обманывал смерть Что успел пристраститься к жизни Иштар, господин Бай Дайте мне еще минуту Я хочу Проститься с Дзян-ли Мне нужно всего лишь миг Конечно Спасибо И простите, что не могу отплатить вам за доброту Дзян-ли Перепробовала все обычные средства А из необычных у меня есть только магия Чан-ши Рождение, старение, болезни и смерть Неизбежный удел смерти Если бы Дзян-ли Было так легко спасти Дзян-ли Не пришлось бы искать помощь у сверхъестественных сил Ну как же так Дзян-ли Поставила все на карту Чтобы спасти Дзян-ли А он жертвует собой Чтобы спасти Дзян-ли Ну какой вообще в этом смысл Единственное, что мы можем сделать Принять волю Дзян-ли Я сейчас вспомнил про Ху Тау Она ведь по-любому за ними пошла Наверняка она Поможет, наверное Когда умрет этот Дзян-ли Наверняка поможет Хотя бы Проводит его В мир мертвых Это ведь ее работа Наверное, за этим она и пошла сюда Мне много раз доводилось видеть Как люди прощаются навсегда Но я все равно не могу к этому привыкнуть В мире смертных разлуки неизбежен Пожертвовать собой ради других Не самый плохой конец По крайней мере Твой наставник со мной бы согласился Как и его наставник И наставник его наставника Их путь был поистине героическим Но когда я думаю о людях Которые добровольно пожертвовали собой Ради других Мне всякий раз кажется Что они не заслужили смерти Мы ведь договорились Когда малыш Юй подрастет И сможет помогать тебе с травами Ты меня отпустишь Если бы ты видел Он сам отвел меня в Лию и доктору Я оставил в гильдии поручение Чтобы тебя нашли Даже если меня не будет рядом Вы отлично справитесь Я попрощался Моё время пришло Моё время пришло Делайте своё дело Хорошо Вот так просто Он разъедает твое сознание Растворяет память И в конце Ты становишься тенью Живым мертвецом Я согласен По крайней мере Я смогу быть рядом И смотреть Как растет малыш Юй Мама С папой что-то не то Не бойся малыш Я уже иду за травами Для лечения Всё будет хорошо Ох Почему в памяти всплывают Эти картины Да Чем дальше Дольше мы живём Тем меньше хочется умирать Я так хотел снова Слышать твой голос Хутала ты где? Дай им хотя бы попрощаться Это же твоя работа Диан Лиан Диан Лиан Диан Лиан Папа Ты очнулся? Ох Диан Ли Малыш Юй Я Что это? Ну каково это Вернуться с того света? Если в теле Странные ощущения Пожалуйста Оставившись всё Как можно подробнее Господин Бай Я ведь Умер Ты и правда умер Я теперь представляю собой Нечто среднее Между человеком и зомби Зомби? Да Перед тем Как отправиться в путь Я попросил Ци Ци Приготовить Эликсир бессмертия Он поддерживает Твоё тело На границе Между жизнью и смертью Конечно Это не более чем Грубая имитация Искусства адептов Способная лишь Ненадолго продлить Твою жизнь А на сколько и хватит День, месяц, год Посмотрим Мне тоже очень любопытно Узнать Байджу Чтоб тебе пусто было Нахуя ты это сделал И Хутава Почему ты это разрешила? Почему ты это позволила? Я сто процентов уверен Хутава была В той пещере И подглядывала И она по-любому Могла остановить И не дать Байджу Это сделать Но Почему она это позволила? Но Как бы там ни было Этого времени Хватит Чтобы проститься с близкими И спокойно отправиться В последний путь Надеюсь Госпожа Аху Не будет возражать? Алексей Бессмертие Ты готовишь его за моей спиной? Байджу Только ты мог пойти на такое Работа еще не закончена Так что Алексей Эдвали соответствует своему званию И без твоей решимости Дзеляна Он не имел бы никакого эффекта В конце концов Я простой целитель Великие принципы Кругород жизни Смерти И не янь Эти материи Мне недоступны Я знаю одно Если в моих руках Жизнь человека Который заслуживает Заслуживает спасения Я сделала все возможное Чтобы спасти его И потом Это ведь госпожа Ху Велела Дзеляну Показать нам дорогу Пищи Опа Меня расписали Если бы не помочь Госпожа Ху Мы могли бы опоздать К Дзеляну Я так и знала Что мы были не одни Поэтому ты тогда Ни слова не сказал Про Алексея Даже в такой момент Не забывала Предосторожность Эх Госпожа Ху Велела мне Держать язык за зубами Но от господина Бая Ничего не утрите Не стоит Не доценивать Мэню Я просто хотел Помочь Дзеляну Найти пропавшую жену Чтобы он Отправился В последний путь И исполнил Заветное желание Иначе переход Прошел бы труднее Но и этот заказ Ежины Бугу Увела у меня Прямо из-под носа Ничего Будем считать Что клиенту Просто понадобилась Отсрочка Эх Мне из Цицы Проблем хватало А теперь еще один Надо было сразу Доставить его В ритуальном бюро Ванше Цицы прячется От Хутавы Держись от папы Подальше Я стану настоящим врачом Даже лучше Чем мама Господин Бая И вылечу папу Правда Ты не первый Кто хочет Лишить ритуальный бюро Вообще Незаработка Так что придется Тебе как следует Постараться Иштар Пайман Еще увидимся Зря ты так Хутава Ух Ушла наконец Все хорошо Что хорошо Кончается Семья наконец Воссоединилась Так что самое время Как-то это отпраздновать Я догадываюсь Что ты имеешь ввиду И в честь такого события Надо закатить Настоящий пир Наши семейные посиделки За обеденным столом Были так давно Будто в прошлой жизни Да, мне давно Я не готовил Самое время Показать класс Ура Пайман ждет Не дождется Так Первым делом Нужно купить Свежие продукты Путь Подождите Я с вами Байчжу Спасибо за все Что ты для нас делал Ну что вы Это мой долг Долг Байчжу Чаншен Вы не возражаете Если мы поговорим Снаружи Ну ладно Теперь мы Че-то частенько Стали появляться Здания Где мы без Люмин обходимся Где Люмин Вообще не участвует Да, это странно Время летит Со дня нашей Последней встречи В долине Чэнь Юй Прошло уже Столько лет Чаншен Ты все та же И совсем не изменилась Зато ты Очень изменилась Да Я тогда Совсем не представляла Что все так Обернется И не представляла Что Байчжу Тоже станет Таким Каким таким? Я видел твой лексир Бессмертия Принципом действия Он почти не отличался От лекарства Которые я подобрал Дзялян Должен признать Использовать яд Для продления жизни Это блестящая идея Ты ведь не станешь Обменять меня В подражании Что? Ты вовсе нет С твоим талантом Рано или поздно Ты сам бы До всего додумался Но ты впервые Увидел Дзялян Всего несколько дней И за столь короткое время Успел так тщательно Изучить этот яд И даже смог Усовершенствовать Исходную формулу Одного таланта Для этого мало Байчжу Скажи мне честно Ты пробовал яд на себе? А я говорил Что правда Рано или поздно Выйдет наружу По договору с Чан Шэн Ты можешь Обмениваться С былым С больным Не только жизненной силой Да? Дзян Ли От тебя ничего не скроешь Верно Помимо передачи Жизненной силы Тайная магия Чан Шэн Позволяет мне забирать Из организма больного Болезнь и отраву Когда я лечил Дзялян Во второй раз То перенес себе Часть яда Из его организма Это позволило Облегчить его состояние И дало мне возможность Тщательно изучить свойства яда Не беспокойся обо мне Останки божества уничтожены Так что яд в моем организме Больше не действует Но это огромный риск А если бы нам не удалось Уничтожить останки божества Ты сам-то бы тогда Хотя что я такое говорю Не мне тебя судить Я ушла из долины Я ушла из долины И прятала все эти годы Потому что не хотела Чтобы наш наставник Который и так Оставался недолго Продолжал тратить Свои жизненные силы На лечение моего мужа Но разве Ему способ лучше Нисколько Я точно так же рисковал Своей жизнью Чтобы спасти другую А теперь ты Перенес яд Своё тело Похоже мы оба Поступили на тот же путь По которому Шёл наш наставник Неужели это судьба Всех целителей Изделения Чиньёй Умирать раньше Положенного срока Спасая больных Упрямо бороться С естественным ходом Жизни и смерти Возможно Наша судьба Была предопределена В тот самый день Когда мы решили Изучить медицину Дзян Ли Мы ведь врачи Врача Врач не должен верить Предопределению Судьбы Бай Джу Я точно знаю Что долгие годы Ты пользовался Магией Чиньше Чтобы перенестись На себя Всевозможные болезни Яда от своих больных Их так много Что некоторые Я даже не узнаю Ты можешь остановиться Пока не стало Слишком поздно Ты знаешь Ответ Дзян Ли Все целители Издали значению И похожи друг на друга Эй Стол накрыт Мама Садись с нами Лишта научила меня Готовить столько Разных блюд И она сказала Что даже папа Сможет их распробовать Иди к нам Хорошо Иду Уже иду Не беги Так быстро Бай Джу Я понимаю Что не смогу Тебя перебдить Но Не забывай Если тебе Станет Не станет Это будет Большим горем Для Ци Ци Травниковую Для всех Твоих близких И друзей Не беспокойся Дзян Ли Я знаю Что делаю Эх Надеюсь Бай Джу Почему Дзян Ли Сказала Если тебе Не станет С тобой Все в порядке И еще Что это за Судьба О которой Говорила Чан Шин Все смертные С кем я Когда-либо Заключала Договор Умирали Не даже До преклонных лет В том числе И наставник Бай Джу И Дзян Ли Дзян Ли Ну Много лет Аптекарь Трудился Не покладая Рук Но даже Самые близкие Ему люди Болели И покидали Навсегда Легенды Гласили Что в долине И Чан Ю И живет Властительница Лекарств Которая Умеет Лечить Все болезни Аптекарь Отправился В город Но отыскал Он там Только Белую Змею Находящуюся При последнем Издыхании Подпиши Договор Соединяющий Наши Жизни И я Научу Тебя Секретному Искусству Исцеления Но не забывай За это Искусство Ты-то Расплатишься Собственным Здоровьем Теперь В руках Аптекаря Было чудесное Средство Способное Останавливать Смерть И все равно Однажды Пробил Час Прощания Вот только На этот раз Прощался С миром Сам Аптекарь Потративший Свою Жизненную Силу В конце Аптекарь Передал договор Со Змеей Своему Последнему Пациенту И самому Верному Ученику Этот ученик Решил Посвятить Свою жизнь Спасению Больных И так Повторял Снова И снова Из поколения В поколение Договор Перешел Ко мне Я всегда Уважал Пути Избранные Моими Предшественниками И сам Без колебаний Встал На этот Путь Но Однажды Мне Пришлось Обратиться К секретному Искусству Чтобы Вылечить Возлюбленного Мои Догчиниц Она Умоляла Меня Становиться Не жертвовать Своим Здоровьем Говорила Что Это Не Искусство А колдовство Которое Приносит Один Только Вред Говорила Что Не Хочет Чтобы Один Ее Близкий Отдавал Свою Жизнь Ради Другого И В ту Минуту Я Вспомнил Когда Умирал Наставник Мое Горе Было Ничуть Не Меньше Горе Людей Чьих Близких Унесли Болезни Так Неужели Жизни Принесенные Жертву Договору Ценятся Меньше Жизни Наших Больных Чем Для нас Является Это Доковым Лекарством Или Ядом Увы У меня Уже Нет Времени На Поиски Ответа Ты Должен Позаботиться Учан Шэн И И Искать Ответ На Этот Вопрос Надеюсь Ты Найдешь Средство Которое Поможет Избавиться От Этой Беды Снова И Снова Я Стараюсь Предостеречь Привожу Их Энергия В Роновейся Но Ничего Не Меняется Что Скажешь Ты Какой Будет Твой Ответ Если Не Подпишу Договор Что Ты Будешь Делать Лишившись Хозяина Наверное Потрачу Оставшееся Время Чтобы Как Следует Выспаться На Горе Я А Потом Отправлюсь На Слечу Старыми Друзьями И С Твоими Предшественниками Тогда Решено Если В моих Руках Жизнь Которая Заслуживает Спасения Я Должен Сделать Все Возможно Чтобы Спасти А Как Иначе Опять Тоже Самое Пусть Будет Так Закрой Глаза Не Известно Сколько Еще Людей Станут Жертвами Нашего Договора Нисколько Я Буду Последний Договор Представляет Строгие Требования Характера У Хозяина Все Мои Хозяева Были чисты Сердцем Но Дезобросердечные Люди Не могут Отказаться От магии Чаншен Когда Понимают Что она Умеет Творить чудо Вырывать Больного Из лап смерти Им Прекрасно Известно Каков Будет Итог Но Людское Горе И страдания Близких Вынуждают Их Обратиться К помощи Свероестественной Силы Они Подобны Мотылькам Что летят Прямо На плане Пытаясь Найти В нем Избавления От болезней Смерти Вырваться Из темной Ночи Боли И страданий Значит Байджу И ты Я мотылек Что летит На свет Но Не хочет Сгореть Магия Чаншен Способна Переносить Боли Страдания От одного Другому Но Уменьшить Разлитую По миру Боль Она Не в силах Совсем Как в истории Дзеляна Он Приходит Смерти Не из-за Опасности Которые Она Се Подвергнет Она Оплакивает Жертву Которую Он Ради Нее Приносит Я Испытываю Глубочайше Уважение К наставникам Пожертвовавшим Собой Ради Дьявов Но Не хочу Вступать В их ряды И я Не хочу Передавать Договор С Чаншен Следующим Поколенем Целителей Да Но Ты Забрал Себе Уже Столько Болезней Что такое яд И что такое болезнь Сущности говоря Это способы Появляют на работу Человеческого Организма Не так ли Если мы определим Болезнь Как отклонение От нормального Состояния То Эликсир бессмерти Вполне может Оказаться чем-то Вроде яда Разве нет Обычно люди Скажут Что поиски бессмерти В ядах и болезнях Есть повыпивающие Нарушения небесного Порядка Как по мне Этот метод Не отличается От того Что Практиковали Наши предки Когда изучили Изучали Лечебные свойства Трав Пробую Каждую на себе Я не хочу Чтобы мой ученик Погиб Из-за договора С Чэн Шэн Я не хочу Чтобы Чэн Шэн Погибла Оставшись без Хозяина Значит Умеется только Один выход Так Эликсир бессмерти Точно Я стану Последним Хозяином Чэн Шэн Нам нет Традиции Передачи Договора От учителя К учителю Прервется Даже боги Древности Не смогли Достичь Настоящего Бессмерти Сначала Ты говоришь Что хочешь Спасать людей И потом Что хочешь Спасти себя В конце Говоришь Что и меня Хочешь Уберечь от смерти Какой же Ты жадный Байджу А ну Это ведь И делает Меня человеком Разве не так У себя Любимого Мотылика Вроде меня Который Боится Пламени Но Стремится К свету Остается Только Один Путь Наверх К луне Ох Пайман Даже Не знает Что Тут Сказать Господин Бай Иштаб О чем Вы там Беседуете Скорее Идите К столу Чан Шэн Пайман Есть Кокосовое Молоко Угощайтесь Ладно Все Таки Еда Важнее Обо О всем Остальном Поговорим Позже Когда Поедем Оставь И мне Немного Кокосовое Молоко Вспомнил Сразу Козье Молоко Которое Мы Когда-то Искали Ради Длеццы Ладно Иногда Я завидую Пайман Наелась И вот Он В счастье И все Уже Это Называют Простыми Радостями Разве Не Из-за Таких Вещей Смерть Цепляются За Жизнь Че Лыбишься Не стыдно Разочаровала Меня Хутава Так У нас Получается Квест Закончен Цепочка Завершена Задание Легенд Байджу Закончено Да Пойдем Посмотрим Что там У них Может что-нибудь Там Новое Появилось Все Они уже Рассосались Да Они уже Рассосались Эх Блин Такое Задание Не знаю Даже Что и сказать В принципе Было Интересно Конечно Но То что Происходило В этом Задании Особенно В конце Такое Двоякое Ощущение У меня Осталось С одной Стороны Все Каневрозик Закончилось Благополучно Все Спасены Все Живы Счастливы И довольны Все дела Доброе Дело Сделано Спасен Один Спасена Другая От яда Избавились От болезни Избавились Там Теперь мужик Теперь Аще Бессмертный Почти Считай Зомбям У нас С другой Стороны Хотава Меня Капец Как Разочаровала Понимаете В чем Дело Я Я Конечно Понимаю Поступок Хотава Понимаю Людей Которые Пытаются Спасти Других Людей Там Я Понимаю Все Это Понимаете Все Эти Причины Что Это Хорошо Это Благородно Это Радост Счастливые Все Дела Но Это Неправильно Вот Он Должен Был Умереть Его Превратили В Зомби Теперь Он Зомбячный Папаша Ходит Там Ребенок Конечно Рад Доволен Жена Тоже Рада Довольна Он Тоже Может Быть Рад И Доволен Но Это Нарушает Естественный Ход Вещей Вы Понимаете Или Нет Сама Хутава Мы Когда То Проходили С ней Уже Эти Квест Она Сама Это Уже Говорила Нельзя Нарушать Естественный Ход Вещей Человек Умер Он Должен Быть Умершим Он Должен Быть Похоронен Его Тело Должно Быть Похоронено Сгнить Должно Должна Должна Отправиться На Небеса И так Далее Тому Подобное Это Правильно Это Естественно Это Цикл Нормальный Естественный Цикл Вещей В природе И тут Хутава Позволяет Байчжу Превратить Мужика В зомби Ради Чего Чтобы Он Будучи Зомбей Вот этой Полудохлой Куклой Радовал Детишку Своего Жену Свою Радовал Что все Были счастлив Да Не будет Такого Вы думаете Та же Ци Ци Она счастлива Вот так Жить Каждый день Забывать Что было Вчера Каждый раз Записывать В блокноте Что было Вчера Запоминать Своё собственное имя Записывать Блять В этом блокноте Чтобы утром Прочесть его Вспомнить Как и Кто она такая Думаете Она счастлива От этого Вот честно говоря Я в это не верю Это нарушает Порядок Вот нормальный Вообще Это неправильно Так вот делать Ну да ладно Это все лично Мое мнение Так или иначе Но вроде как Бы в теории Все здесь Закончилось хорошо Все счастливы Все довольны Поэтому не буду Портить никому На старение И давайте На этом мы Закончим Наше видео Сегодняшнее Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok